мы начинаем добрый вечер всем мы продолжаем читать 4 маковейскую книгу и мы дошли до того эпизода который оставил неизгладимый след на всей последующей еврейской традиции его происхождение наиболее древние версии во второй маковейской книги мы их сравним но он такой кочующий сюжет который оказывается потом и в талмуде и в медрошах и мы это обсудим после не сегодня сегодня мы как бы будем сравнивать версию 2 2 4 маковейской книги это история так называемая матери и семерых сыновьях матери и семерых сыновьях которая как бы стала своего рода символом еврейского мученичества и как мы увидим на эта история имеет к сожалению непосредственное отношение к нашим дням потому что и в наши дни увы за последний год многие матери потеряли своих сыновей и читая эту историю мы будем как бы время от времени задаваться вопросом а что собственно она говорит нам сегодня в сегодняшние дни я открою сейчас файл 2 маковейской книги мы быстро прочтем то что написано там чтобы просто вспомнить источник я надеюсь что вы видите перед собой этот файл и так там говорится это рассказывается сразу же после того как как были как рассказывалось о смерти книжника и лазара случилось так же что были сквачены семь братьев с матерью и принуждаемый царем есть недозволенное свиное мясо вы втерзаемы бичами и жилами один из них применяв на себя ответ сказал о чем ты хочешь спрашивать или что узнать у нас от нас мы готовы лучше умереть нежели приступить отеческие законы когда царь озлобившись приказал разжечь сковороды и котлы когда они были разожжены тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и содрав кожу с него от все члены тела в виду прочих братьев и матери лишенного всех членов но еще дышащего велел отнести костру и жечь на сковороде когда же от сковороды распространилось сильное испарение они вместе с матерью вещевали друг друга мужественно претерпеть смерть говоря господь бог видит и поистине умилосердится над нами как моисей возвестил свои песни перед лицом народа и над рабами своими умилосердится имеется ввиду есть цитата из песни хаазину в конце книги разокония книги дворим когда умер первый вывели на поругание второго и содрав с головы кожу с волосами спрашивали будет ли он есть прежде нежели будут мучить по частям его тело он же отвечая на отечественном языке сказал нет поэтому и он принял мучения таким же образом как первый вы уже при последнем издыхании сказал ты мучитель лишаешь нас настоящей жизни но царь мира воскресит нас умерших за его законы для жизни вечной после того третий подвергнут был поруганию и на требование дать язык тотчас выставил его неустрашимо протянув руки и мужественно сказал от неба я получил их из-за закона его не жалею и от него надеюсь опять получить а то есть мы видим в этом тексте это один из первых текстов такого рода еврейских текстов где высказывается в явной форме вера воскресение из мертвых сам царь и бывшие с ним изумлены были таким мужеством отрока как он ни во что вменял страдания когда скончался этот таким же образом терзали и мучили четвертого будучи близок к смерти он так говорил умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на бога что он опять оживит для тебя же не будет воскресение в жизнь затем привели и начали мучить пятого он смотря на царя сказал имея власть над людьми ты сам подверженный тлению делаешь что хочешь но не думай чтобы род наш оставлен был богом подожди ты увидишь великую силу его как он накажет тебя и семя твое после этого привели шестого который готовясь на смерть сказала не заблуждайся напрасно ибо мы терпим это за себя согрешив перед богом нашим оттого и произошло достойное удивление но не думай остаться безнаказанным ты дерзнувший противоборствовать богу наиболее же достойное удивление славной памяти мать которая видя как семья сыновей умерщвленных в течение одного дня благодушно переносила это в надежде на господа исполненная доблестных чувств и укрепляя женское рассуждение мужским духом когда-то обсуждали этот эпизод достаточно подробно она поощряла каждого из них на отечественном языке и говорила им кстати это рождение женское рассуждение мужским духом отражает не просто какую-то гендерную идеологию гендерную идеологию античного мира в котором как бы исходным предполагалось что есть очень жесткое разделение на черты женские черты мужские и как бы стойкость и душевное равновесие свойственно как правило мужчинам и вот поэтому он тут это и добавляет опять же удивительно что в рамках как бы антигреческого сочинения вводятся в действие греческие концепции вот она пощала каждого из них на отечественном языке и говорила им я не знаю как появились в очреве моем не да не я дала вам дыхание и жизнь дневной образовался состав каждого и так творец мира который образовал природу человека и устроил происхождение всех опять даст вам дыхание и жизнь с милостью так как вы теперь не щадите самих себя за его законы опять же вера воскресения из мертвых антиох же думаю что его презирает и принимая эту речь за поругание себе убеждал самого младшего который еще оставался не не только словами но и клятвенными уверениями что и обогатит и счастливит его если он отступит от отеческих законов что будет иметь его другом и верит ему почетные должности но как юноша нисколько не внимал то царь призвав мать убеждал ее посоветовать сыну сберечь себя после многих его убеждений она согласилась уговаривать сына наклонившись же к нему и посмеиваясь жестокому мучителю она так говорил на отечественном языке сын жалься до мною которая девять месяцев носила тебя в очреве три года питала тебя молоком скормила и вырастила и воспитала тебя умоляю тебя дитя моего посмотри на небо и землю и видя все что на них познай что все сотворил бог из ничего и что так произошел и род человеческий это кстати говоря тоже одна из первых один из первых текстов где в такой четкой форме выражается идея творения их снила из ничего не страшись этого убийцы но будь достойным братьев твоих и прими смерть чтобы я по милости божьей опять приобрела тебя с братьями твоими когда она еще продолжала говорить и он же сказал чего вы ожидаете я не слушаю повеления царя повинуясь повелению закона данного отцам нашим через моисея ты же изобретатель всех зол для евреев не избегнешь рук божьих мы страдаем за свои грехи а как бы тут есть идея страдания за национальные грехи если для вразумления наказания нашего живой господь и прогневался на нас на малое время то он опять умилостивиться над рабами своими ты же нечестивый и преступнейший из всех людей не возносись напрасно надмивая сложными надеждами что ты воздвигнешь руку на рабов его ибо ты не ушел еще отсюда всемогущего и всевидящего бога братья наши претерпев не краткое мучение по завету божьему получили жизнь вечную а ты по суду божий понесешь праведное наказание за превозношение я же как и братья мои предаю и душу и тело за отеческие законы призывая бога чтобы он скоро умилосердился над народом и чтобы ты с муками и карми исповедовал что он один есть бог и чтобы на мне и на братьях моих окончился гнев всемогущего праведно постигший весь от наш мы обсуждали в свое время что опять же это один из таких вот первых текстов где в такой очень четкой форме формулируется концепция искупительной смерти то что говорит этот седьмой сын седьмой брат они как бы своей смертью приведут тому что гнев всемогущего окончится и тем самым грех будет искуплен тогда разгневанный царь поступил с ним еще жесточе нежели с прочими негодуя на посмеяние так и этот кончил жизнь все чистым всецело положившись на господа после сыновей скончалась и мать а вот собственно говоря весь рассказ как он выглядит во втором и кавийской книги который мы в свое время читали и обсуждали и мы видим что этот рассказ конечно очень эмоционально насыщенный в рамках втором и кавийской книги играет его ли не центральную роль ибо уже это неоднократно говорили для автора втором и кавийской книги победы и у дыма кавея который он описывает дальше оказались возможным именно благодаря этому мученичеству мученичеству старца или азара мученичеству матери семерых сыновей то есть как бы на них закончился гнев господа в четвертом и кавийской книги напомню вам никакой истории нет история макавийского восстания там полностью отсутствует это своего рода философский трактат который рассматривает противоборство разум и страстей и именно в этой перспективе будет наш автор четвертой макавийской книги изображать историю матери и семерых сыновей также точно как он изобразил историю старца или азара вот и и мы и сейчас начнем читать она там занимает гораздо больше места нежели в во втором кавийской книге и так последний стих седьмой главы который на самом деле относится главе 8 говорит посему-то и юноши любомудрство и рассуждая благочестиво одолевали самые тяжкие мучения потому что разум есть мужественные владыка страстей когда при первой попытке побежден был гордый мучитель не смогший принудить старца скверноедению тогда он сгоряча приказал приводить других евреев помоложе если они впустят оскверненного освобождать и идущих а если будут противоречить мучить горши после такого приказа сего мучителя предстали приведенные семь братьев с престарелой матерью их благообразные и скромные и доблестные и весьма любезные значит во первых мы замечаем что автор четвертой макавийской книги напрямую связывает историю или азара и историю матери семерых сыновей они как бы не просто идут в рамках повествования одна за другой они связаны хронологически сразу или азара то первая попытка тирана заставить евреев отказаться от своей веры история матери семерых сыновей это вторая попытка вторая попытка любопытно что опять же то как он описывает здесь братьев это описание отсутствует в вторая макавийской книги благообразные скромные доблестные и весьма красивые я тут сказано в этом переводе любезные на самом деле слово которое используется это красивые да и это на самом деле опять-таки описание свойственная греческой риторики греческой литературе и он как бы использует эти средства мучитель видя и как бы в хоре имеющих среди себя матерь свою сочувствовал ими был пораженных благообразием и благородством улыбался ими подозвав близко говорил заметьте себе вот это метафора хора она является одной из центральных метафор всей этой истории в четвертой макавийской книге она еще несколько раз прозвучит откуда это берется это естественно берется из греческой трагедии а в греческой трагедии есть хор есть как бы солист этого хора есть трагический герой так вот наш автор бы изображает мать и семерых сыновей вот как бы как такой хор солистом мы видели что собственно во второй макавийской книге вначале царь ничего не говорит здесь приводится его речь речь которой он пытается убедить их отказаться от своей веры и речь это как в случае с или азаром носит как бы с точки зрения автора квазифилософский характер давайте мы ее прочтем о юноши я удивляюсь красоте каждого из вас и уважая численность стольких братьев не только заветую не беситься бешенством только что замученного старца да вот опять же здесь оставится все как бы связывается это все в единый узел ну и прошу вас послушаться моего совета и насладиться мою дружбу а он как бы говорит им что он назначит их своими друзьями это одна из высших должностей в государстве ибо я силен как наказывать непокоряющихся моим велением так и облагодетельствовать благопокорных мне покорившись мне вы получите и начальство и управление моими делами отрекшись от вашего отечественного устава жития и вкусив жизни эллинской при такой перемене вы насладитесь юностью своей если же разгневаете меня непокорностью вашу это принудите меня погубить каждого из вас ужасными казнями и муками и как пощадите себя тогда как и я враг вам щежу и возраст и благопоразия ваш уже ли вы не поймете что вам когда не покоритесь придется умереть в муках он сущности как бы я повторюсь квазифилософский монолог он намекает на то что человек должен бежать ненужного страдания это эпикурейская идея и вот как бы царь антиох здесь эту идею представляет сказав сие он повелел выдвинуть вперед орудия мучений дабы и страхом принудить их скверно едение когда же копьеносцы выставили колеса и снаряды для вывиха членов или тут написано какое-то очень уж странное слово трохантиры это слово на самом деле греческое ну смысл этого слова если его переводить буквально это сустава корчеватели и стрелометницы и котлы сковороды и железные когти руки и шины меха для раздувания огня во втором и корейской книге тоже было описание орудий пыток но здесь она гораздо более драматичная и подробная тогда мучитель предваряя сказал дети убойтесь даже та правда которую вы чтите будет снисходительно к вам нарушившим закон по необходимости это мы уже обсуждали с вами читая история об Элиазаре ровно тот же аргумент антиох применял когда разговаривал с старцем Элиазаром да вот это ананке необходимость да который невозможно противиться и поэтому божественный бог божественная правда не может не простить вас если вы нарушаете закон под давлением обстоятельств они же выслушав лесть и видя ужасы не только не устрашились но и любомудро отвечали мучителю и разумно опровергли мучительство его то есть иными словами что такое любомудренно любомудренно это философски отвечали ему если имеется ввиду здесь термин то собственно говоря философически отвечали мучительно и вот здесь автор применяет некоторый прием который он не который он не применял в истории с Элиазаром в этом смысле спираль не совсем повторяется он предлагает вариант ответа который могли бы дать братья если бы они испугались и пошли бы на попятные кстати подумать он говорит что если бы некоторые из них были бы изливы в душе и не мужественны то какими отделались бы речами не такими ли и дальше приводится это как бы это речь о злополучные мы и безумнейший царю ли не покориться когда он упрашивает нас и вызывается на благодеяние по что мы потешите потешаем себя пустыми мнениями и дерзаем выказывать смертоносную непокорность идея непокорности царя царю которая на самом деле фактически обозначает непокорность необходимости которая в глазах Элина является по меньшей мере безумием еще больше более того преступлением мужи братья продолжает это как бы поображаемая речь конформиста мужи братья разве мы не убоимся мучительных орудий и не примем в расчет угроз муками и не будем обвинены в тщеславии в погубоносной гордости пощадим свою молодость и пожалеем старость матери и припомним что непокорность приведет нас к смерти да и божеское правосудие простит нас убоявшихся царя по необходимости тот же аргумент который применял царь для чего нам расставаться с приятнейшую жизнью и лишать себя сладостного мира не будем противиться неизбежности и не станем тщеславиться своим мученичеством а то есть мученичество здесь выставляется в этом в этой воображаемой речи как предмет гордыни излишней гордыни и самый закон наш не присудит нас к смерти когда мы невольно убоялись орудий мучений откуда родилась нас такая охота спорить и почему нравится нам смертоносное упорство когда лучше жить в безопасности покорившись царю а вот это как бы псевдоречь которую на самом деле они не произносят но ничего такого не говорили юноши ввиду мучений даже не думали о том ибо они презирали страсти и господствовали над мучами вот это ключевая фраза аналога которой мы не найдем во втором иковейской книге причина того почему они так себя ведут это не просто преданность вере Богу закон а это сила их разума они презирают страсти и их разум их разум господствует над муками над страданием так что когда мучитель переставал советовать им вкусить скверной снеги все в один голос как от одной души сказали ему хотя здесь нету выражения как в хоре оно еще появится несколько раз как я говорил но фактически это продолжение этой метафоры они как говорят все вместе как некий хор хотя с другой стороны можно связать это и увидеть здесь как бы некоторое может быть начало интерпретации библейской библейской как бы танахической формы бле-вэ-хад который медрошами был истолкован как в такое абсолютное единение что медлишь мучители говорят они мы готовы лучше умереть нежели приступить отеческие заповеди наши ибо нам поистине будет стыдно перед предками если мы не подчинимся закону не воспользуемся советом Моисея что значит совет Моисея не очень понятно да совет Моисея в каком плане приносить как бы быть готовым принести себя в жертву имеется ли ввиду здесь требование торы льоли халлель этшем не осквернять божественного имени это не очень понятно и тем более что предлагаются разного рода переводы вот и по другому по другому переводу если мы не подчинимся закону и советчику нашему Моисею не какой-то конкретный совет а тот кто дал нам закон а ты мучитель не советую нарушать закон и ненавидя нас не милуй нас больше чем мы милуем себя ибо горше самой смерти мы считаем милость твою спасающую нас под условием закона преступления ты устрашаешь нас грозя нам смертью от мук как будто незадолго перед сим не получил ты урока от Элиазара снова мы видим что эти две истории связываются друг с другом чего не было во втором аквейской книге они как бы следуют примеру Элиазара во втором аквейской книге Элиазар говорит как и в четвертый что он хочет быть не хочет послужить дурным примером для юношества и эти юноши это фактически вот эти наши герои если же старцы еврейские были благочестивы так что и муки претерпели ради благочестия но справедливее умереть нам юным презирающим твои неизбежные мучения кой одолел и он и старец наш воспитатель наш пистун да как бы идея которая опять же на самом деле известна нам из греческой литературы хотя это на самом деле идея как бы такая можно сказать универсальная но неоднократно описанная в греческой литературе юноша он как бы исходно предназначен для боя для преодоления старец нет поэтому здесь как бы то что называется на языке мудрецов кальва хомер если уж старец так поступил тем более должны поступить и мы так же и так разина смучитель если ты убьешь жизнь нашу за благочестие то не думай что ты уничтожишь нас твоими муками ибо мы за страдание и терпение получим награды добродетели и будем у Бога ради которого и страждем здесь опять же как бы идея воскресения и возможно бессмертия души или в какой-то форме до души мы дойдем еще вот но во всяком случае идея некоего бессмертия которого они достигнут в результате а ты за самодовольное убиение нас потерпишь по божескому за самодовольное убиение нас потерпишь по божескому служу вечное мучение огнем такого рода взгляд в еврейской литературе высказывается похоже впервые в книге Даниэля где в самом конце говорится что мертвые восстанут из праха и будет происходить суд и как там сказано на этом суде одни заслужат вечную жизнь хае улам а другие вечный позор харафот лидерон улам и это вот примерно такой же взгляд на вещи здесь добавляется мучение огнем возможно как некоторые полагают под влиянием зороастризма когда они сказали это тогда мучитель не только раздражился на них как на непокорных но и разгневался как на неблагодарных затем щитоносцы по приказанию привели старшего из них и разодрав хитон ремнями связали руки его и мышцы обращаю ваше внимание на то что вот вся эта хоровая речь во втором маковейской книге отсутствует там каждый из братьев говорит по очереди здесь это тоже будет но здесь все предваряется как бы общей речью потому что автору четвертой маковейской книги крайне важно подчеркнуть сколь они едины они действительно как бы единым сердцем действуют когда же устали да когда же устали поражать его бичами ничего не добившись взвалили его на кольцо на котором вращаясь благородный юноша сделался калеком но изломанный во всех членах порицал говоря мучитель прескверный враг небесного правосудия и жестокосердый ты мучаешь таким образом ни мы же убийцу ни очистивца а ревнителя божьего закона значит в оригинале здесь нет этой формы ревнитель божьего закона скорее там сказано за отстаивание божественного закона но в принципе можно сравнить этих братьев с ревнителями канаим который готов умереть за божественный закон когда же копьеносцы говорили ему согласись есть дабы избавиться от мучения он сказал им не так крепко колесо ваше скверные служители чтобы извратило убеждение мое рассекайте членово и жгите тело мое и вывихните члены мои всеми муками докажу вам что одни дети еврейские ради добродетелей непобедимы то есть опять же этот диалог со служителями отсутствует отсутствует во второй макавейской книге и любопытно опять-таки что автор четвертой макавейской книги создает пытается создать контраст между еврейской еврейской верой еврейской идеей и как бы инородной на как бы на самом деле мы знаем что мы это уже упоминали что мученики есть и в греческой литературе такие как Сократ который принял смерть за убеждение но автор четвертой макавейской книги упорно старается подчеркнуть что если есть из-за чего если есть истинная причина ради которой можно принять мученическую смерть можно и должно это еврейский закон и именно этот еврейский закон придает осмысленность такому добровольному мученичеству ни одна другая философия с точки зрения на это не способна пока он говорил это развели под ним огонь и взвалив его на колесо мучили это колесо со всех сторон обогрялось кровью куча углей газ от каплющих жидкостей осей орудия падали куски тела автор четвертой макарейской книги в гораздо большей степени он террористичен чем его предшественник уже сокрушил состав состав костей его но сей великодушный отпрыск Авраама не застонал здесь не случайно появляется имя Авраама мы видим что про отцы Авраам и Акуб будут играть очень большую роль в этом повествовании а доблестно переносил мучения как бы преобразившись в огне и став нетленным а вот это преображение в огне это конечно такое совершенно оригинальное представление которое с одной стороны восходит к образцам античной литературы есть различного рода миф например миф о Триптолеме которого богиня Деметра чтобы сделать бессмертным закаляла в огне вот есть и другие тексты но с другой стороны с другой стороны у нас есть еврейские тексты которые как бы тоже могут служить источником такого представления например вознесение пророка Ильяу в огненной колеснице есть подобное описание и в третьем так называемом третьем ханохе третьем енохе который впрочем скорее всего создан позднее четвертой мяковейской книги то есть фактически фактически человек прошедший вот это самое очищение преображение в огне он теряет свою телесность вот и он обретает некоторые своего рода ангельский статус становится небесным человеком говоря и вот он говорит первый брат подражайте мне братья не оставляйте меня одного и не отрекитесь от благодушного братства со мною а воинствуйте священными доблестным воинствованием за благочестие да и боритесь за благочестие опять же тема борьбы то что называется на греческом огон это тема это метафора которая постоянно присутствует четвертой мяковейской книге и на самом деле мы находим это и философской греческой литературе того же платона где философские споры называются тоже термином борьба битва огон за это милость его будет народу праведное наше отеческое проведение и накажет гордого мучителя сказав сие священно пристойный юноша испустил дух или правильнее перевести достойный принести жертву юноше из торг душу испустил дух то есть фактически подобно Элиазару который к тому же был священником согласно четвертой мяковейской книге эти юноши выступают в качестве жертвы жертвы в культовом смысле этого слова когда же все удивлялись душевной крепости его копьеносцы привели второго который моложе первого и приспособив железные руки с острыми когтями снарядами привязали его к катапульте и как только допросили его прежде мучения желает ли есть запрещенное услышали доблестный ответ с верхушек головы стали драть железными руками и содрали всю телесность до бороды и кожу с головы эти леопарды звери а он мужественно претерпевая такое мучение говорит как приятен всякий способ смерти за отеческое благочестие наше да это звучит немножко похоже на фразу приписываем утром пидору то вном га дар цель а значит хорошо умереть за наше отечество здесь здесь не просто за отечество а за благочестие отеческое а мучителю сказал не думается тебе свирепейший из всех мучителей что ты теперь мучаешься больше меня видя как гордое помышление тирании побеждается нашим терпением ради благочестия я облегчаю боль сладостями страдания за добродетель а то есть как бы добродетель сама является достаточной сладостью чтобы принять страдания ты же мучаешь себя угрозами нечестия но не избежать тебя сквернейший мучитель приговоров божеского гнева опять же я хочу подчеркнуть что тиран мучитель тиран он безумен он ведет себя так как не должен был вести себя разумный человек это одна из причин почему антиохо его имя было изменено на эпифанус эпиманус эпиманус безумный когда же и этот претерпел смерть приведен был третий которого многие упрашивали чтобы он вкусив запрещенного уцелел он же громко сказал или вы не знаете что и меня как и этих умерших засеменил один и тот же отец родила одна и та же мать и что мы воспитаны в одних и тех же матери 2 маковейской книги не отрекусь я от благородного родства с братьями моими посему ежели имеете вы какое орудие казни передвиньте его к телу моему ибо души моей коснуться не можете даже волей вашей они же едва едва снося дерзновение сего мужа члена вывихнули снарядами вывихнули руки его и ноги и сторону исключиться скрошили их подтаскивая под машиной пальцы и мышцы и голени и локти и никоим образом не могши умучить его содрали с него кожу с крайними оконечностями пальцев и так обскифив его то есть сняв скальп поскольку скифы согласно историкам в частности Геродоту значит их жестокость была столь известна что даже вошла стала своего рода притча его языц пока не снимали скальп это по-гречески так и называется обскифи тотчас завалили на колесо изломанный на нем начиная со спинного хребта он видел разтерзывающиеся части своего тела и капли крови стекающие с внутренностей пред самую же смертью сказал мы о прескверный мучитель страдаем так за законы бога и за добродетель а ты за нечестие и бешеное убийство потерпишь мучения нескончаемые когда и этот умер достойно братьев его привлекли четвертого говоря не бесись хоть ты бешенством братьев твоих и покоривший царю спаси тебя но он сказал им не так раскален для меня огонь ваш чтобы мне бояться клянусь блаженную смертью братьев моих и вечную погибелью мучителя и преснопамятную жизнью благочестивых что я не отрекусь от благородных братьев моих выдумываю мучителя мучения дабы и они дали тебе понять что я есть брат только что замучен услышав это кровожадный убийственный бескверный антиох приказал отрезать ему язык он же сказал хотя бы ты отнял и орган голоса но бог слышит и молчащий вот испорчен язык мой реже его но не зарезать тебе убеждение нашего или правильнее сказать язык нашего разума мы за закон божий с радостью лишаемся членов тела мы тебе же скоро отомстит бог ибо ты отрезываешь язык воспевающий божественные песнопения мы видим что здесь в значительно большей степени чем во второй макаринской книге подчеркивается такой на первый взгляд эпатирующий мотив радости что они с радостью принимают эту самую мученическую смерть и мы как бы увидим в дальнейшем что это является частью идеологии автора когда же и сей стомленный мучениями умер подбежал пятый говоря он сам подбегает его даже не приводит не намерен я у мучителя уклоняться от мучения за добродетель посему сам я подошел дабы ты убив меня задолжал небесному правосудию наказанием за большее число обид а чем больше убиваешь невинных людей тем больше из тебя будет взыскана о висник добродетелей и человеков за что ты нас слуг твоих истребляешь таким образом уже ли худым кажется тебе то что мы почитаем творца всех и живем по закону его заповедующему добродетели но почитающий это не мучений достоин о если бы ты чувствовал себе любовь к человеку и имел надежду на спасение от бога а это как бы ирония над словами антиоха который казалось бы представляет себя как ритруиста который хочет их пожалеть изначально и вот он говорит что на самом деле нет в тебе никакой любви к человеку но вот ныне ты чуждаешься бога и потому поражаешь почитающих бога после этих слов копьеносцы связав его втащили на катапульту и тут связав ему колено а железными петлями прикрепив к шине колеса нагнули по ним спину его и так вес он наподобие скорпиона ломаясь на колесе весь он наподобие скорпиона ломаясь на колесе расчленялся таким способом нудимый душевный удушаемый телесно он говорит заметьте что все они не перестают говорить даже во время этих пыток то есть он их все время пытается представить как совершенно непоколебимых как людей которых ничто не может сломить потому что они ведомы разумом и законом о что в его глазах фактически синонимы о мучитель наилучшие милости ты жалуешь нам доставляя случай доказать нашу приверженность закону облеснейшими и мы рожденные и воспитанные в одном и том же законе за него и умереть должны одинаково и так если тебе угодно мучить мучить невкусившего скверны когда он сказал это возложили его на колесо и тут он растягивал когда уже сломались члены и спинная кость его был сожигаем мучители зажегшие острые коля подносили их спине его и пронзив ему бока жгли самые внутренности его он же мучимый о святой подвиг говорил когда уже столькие братья позванные на испытание мук за благочестие не побеждены ибо непобедима у мучителей наука благочестия правильно сказать благочестивое знание гносис то и я вооруженный преданностью вере умру вместе с братьями моими а ты мучитель изобретатель мучений враг истинно благочестивый великого наживешь себе и сам отомстителя мы шесть юношей преодолели твое мучительство ибо невозможность твоя переубедить рассудительность нашу и принудить нас верну и одень разве не есть преодоление это очень важное здесь слово то есть опять же как бы идет речь о борьбе они преодолевают побеждают антиоха огонь твой холоден для нас и от катапульт не больно нам и насилие твое бессильное и эти копьеносцы окружают не мучителя а божеский закон наш посему убеждение наше или правильнее сказать разум наш непобедим на самом деле здесь неправильный перевод что сказано что не копьеносцы окружают нас а закон божий нас охраняет и вот мы доходим до последнего седьмого брата после того как исей умер блаженно был ввержен котел предстал седьмой из всех младших там где происходит вмешательство матери во второй поковейской книге жралился над ним мучитель хотя и был жестоко поруган братьями его и видя что уже надевают на него окову подозвал его к себе поближе и пытался увещевать его говоря ты видишь конец ослепления братьев твоих они слепы они за неповиновение мучим и умерли но и ты если не покоришься будешь мучен злосчастный умрешь преждевременно а покорившись будешь умиться станешь править царскими делами и потешая его таким образом позвал мать сего отрока дабы обласкать ее лишившуюся стольких сынов и склонить к тому чтобы она спасла сего остального сделав его покорным он же на увещание матери своей говорившей по-еврейски о чем в скорости скажем после отмечал это важно во второй макавейской книге речь матери приводится прямо здесь в четвертой макавейской книге он выводит это за предел рассказа о смерти братьев и посвящает ей последнюю часть своего трактата последняя часть его трактата это именно рассказ о матери здесь он только как бы предваряет и говорит что ее речь впереди и он отвечал пустите меня я скажу нечто царю и всем сущим с ним любимцам и обрадовались как сам царь так и сущие с ним такому вызову отрока и тотчас пустили его они подумали что он согласится и он подошедший близко к сковородам сказал порочь нечестивейший больше всех паче всех злых мучителей не устыдился ты получив от бога столько благ и царства убивать служителя его и мучить подвижников благочестия мы видим что в четвертом макавейской книге в гораздо большей степени чем во второй антиох представлен как тот кто противостоит богу во второй макавейской книге это тоже подразумевается но здесь это как бы постоянно проговаривается что он обязан своими благами богу но при этом он восстает против бога убивая его служителей за это воздаст тебе божеское правосудие сильнейшими вечным огнем и муками кои во всю вечность не облегчаться для тебя не устыдился ты зверонравнейший будучи человеком резать язык подобным тебе и составленным из одних и тех же стихий и таким образом мучить их с поруганием опять же ирония над псевдо-альтруизмом антиоха но те которые доблестно умерли доказали свое благоговение перед богом а ты злой еще злее будешь наказан за то что безвинно убил подвижников добродетели борцов за добродетели опять же это метафора борьбы затем готовый умереть сказал не изменю доблести братьев моих бога же отцов умоляю да милостив будет роду моему тебе же я и в нынешней жизни и по смерти накажен и помолившись таким образом сам ринулся на сковороды и тут отдал богу душу то есть седьмой брат автор усиливает напряжение в пятый брат сам подбежал а седьмой брат сам бросился чтобы умереть конечно это описание из-за того что оно очень длинное и содержит в себе много повторений оно утомительно из художественной точки зрения нашей сегодняшней художественной точки зрения страдает избыточностью и в нем слишком много клише но опять же с точки зрения автора этой книги это некоторое нагнетание которое должно дойти до точки экстремума естественно братьев должно быть семь потому что семь как он скажет это число сотворения это символическое число которому эфилон александрийский в своем трактате о сотворении поет славу и вот после того что он оканчивает этот рассказ он как и в случае с Элиазаром объясняет дает некоторые объяснения и делает некоторые выводы из того что он описал и так если страдания даже до смерти преодолели эти семь братьев оказывается вполне что благочестивый разум владеет страстями есть подлинный владыка над страстями и если бы они порабощенные страстями в усилии оскверненных снедий то мы сказали бы что они побеждены ими то есть побеждены страстями но они ведомы разумом но теперь не так а похвально у бога разумом они победили страсти посему нельзя презирать владычество разум как скоро он возобладал над страданиями и болями как в самом деле не усвоить набожного преобладания над страстями тем которые не уклонились от мучения огнем а вот как бы говорит он истинные философы истинные стойки еврейские юноши которые в которых разум владыка страстей так как это изображает мы помним Платон в своей метафоре колесницы ибо ибо как выдающиеся вперед башни пристани рассекая грозные волны способствуют тихому входу туда пловцов так седьмебашенная набожность он их юношей ограждавшая пристань благочестия преодолела безнаказанность страстей это сам по себе сам по себе этот образ образ пашин волнорезов пристани он хорошо известен из античной литературы еврипид например это использует но что касается семи башен семи столбов то возможно источник этого образа еврейская книга Мишлей я процитирую из нее притчи Шломо там в этой книге сказан в девятой главе хохмот банта бейта хацва амудея шива мудрость построила свой дом высекла семь столбов а вот эти семь башен и семь столбов здесь в нашем тексте по сути дело это те самые семь столбов мудрости они составив священный сон праведников ободряли друг друга говоря это на самом деле священный хор священный хор это то же самое слово здесь они говоря он снова приводит как бы другой версии их общую речь хоровую братски умрем братья за закон уподобимся тем трем вассири и юношам которые презрели печь равномучительную естественно имеется ввиду три героя книги Даниэля Ханания Азарь и Мишаэль которые на самом деле были не вассири а вавилоне по книге Даниэля но автора четвертой макавейской книги исторические реалии интересуют крайне мало поэтому он легко перемешивает ассирию с фавилоном не выкажем тебя себя мужами боязливыми когда надо оправдать благочестие еще один говорит дерзай брат а другой терпи доблестно третий припоминательно говорил помните откуда вы или какой отца рукою заклания ради благочестия потерпел было Ицхак на самом деле если правильно это переводить вспомните откуда вы и кто был тот отец от чьей руки благочестия ради Ицхак был готов стойко принять заклание а здесь мы должны иметь ввиду мы когда-то с вами это обсуждали в рассказе о жертвоприношении Ицхака в Торе Ингибериши Ицхак вовсе не стремится претерпеть стать стать жертвой он задает вся его роль в рассказе это в задавании вопроса где же агонец для всесожжения до этого и после этого он абсолютно пассивен но в эпоху второго храма создается как бы создается традиция согласно которой Ицхак был своего рода первым мартиром первым мучеником за веру и хотя его не принуждали умереть народные тираны но фактически он был готов отдать свою жизнь так в соответствии с этими традициями он был готов отдать свою жизнь за Бога это представление проникло как в еврейскую традицию так и в христианскую традицию которая видела в Ицхаке префигурацию Иисуса еврейская традиция тоже в Медрашах рассказывает очень подробно как Ицхак совершенно сознательно шел на эту жертву это возможно одна из причин по которой Медраш стремится изобразить Ицхака взрослым человеком и утверждает что ему было 37 лет во всяком случае это четвертая макавейская книга один из первых текстов которые так изображают Ицхак каждый же и все вместе смотря друг на друга весело и весьма бодро говорили предадим себя Богу от всего сердца давшему нам душу и поставим тела стражами закона не боимся думающего что он убивает тело ибо великая пуга то есть страдания погибель души вечной муки предстоит нарушителям заповеди Бога и так вооружимся вооружимся божественным разумом для сдержания страстей снова повторяет он ибо нас так подвязавшихся Авраам Ицхак Иаков примут в лоно своей все отцы восхвалят а снова появляется идея о том что Авраам Ицхак Иаков жив они не умерли они где-то там около престола славы и вознесенные братья придут к ним заслужив бессмертие это как мы увидим в чем-то проявится и в толмудическом рассказе о матери Исимирек сыновья и каждому отторванному брату говорили остающиеся не постыди нас брат не оборуди прежде умерших братьев наших вы знаете те сладости братства по имя божеское всемудрое проведение наделило рождающихся посредством отцов и кое вложило посредством матерней утробы в которой братья пребывают в течение равного времени и в одинаковое время образуются и от одной и той же души зиждутся окончательно то есть опять же как бы вот это единство хора потом рожденные спустя равное время молоком из одних и тех же источников одними и теми же сосцами среди объятий питаются как братолюбивые души а вырастают гораздо братолюбивее с помощью одинакового воспитания ежедневной привычки обучения и нашего упражнения в законе Бога при состоявшемся таким образом сочувственном братолюбии семь братьев имели самое сочувственное согласие между собой ибо наставленные в одном и том же законе упражнявшиеся в одних и тех же добродетелях то есть упражнения в добродетелях это тоже на самом деле как бы такой вот образ из греческой атлетики из совоспитанной в праведной жизни они наипаче потому любили друг друга одинаковая ревность по благочестию расширяла их взаимное согласие ибо при благочестии братолюбие становилось для них гораздо вожделением но совсем тем и над природой и привычкой и над теми навыками в добродетели кои увеличивали в них сладости братства возвышались они когда оставаясь живых видели братьев своих поругаемых за благочестие и мучимых до смерти то есть божественный закон хочет сказать нам автор стоит над законом природы над законом природы мы здесь остановим наше чтение остался еще маленький кусочек касающийся вот этого этих выводов связанных с мученичеством братьев потом будет повторяю история о мать я бы хотел сделать несколько наших выводов и связать это возможно сегодняшним днем ощущение такое когда читаешь этот текст конечно текст древний и мы его воспринимаем через толщу лет но такое ощущение что автор как будто бы смакует эту вот мученическую смерть все время говорит о радости о готовности это не только он на самом деле есть целый ряд таких авторов мы знаем что скажем так что мудрецы Талмуда стремились уравновесить это видимо как раз в ответ вот на такую идеологию они подчеркивали что заповеди даны для того чтобы жить в них а не умирать но в то же время и они признавали что есть некие пограничные ситуации когда человек не может поступиться своими убеждениями даже если его жизнь угрожает опасность и наш автор четвертой макавейской книги считает что человек с помощью разума может преодолеть все природные инстинкты в том числе природные инстинкты самосохранения и принудить свою природу повиновению божественному закону насколько он прав сказать трудно мы знаем что тема мученичества и тема мартирства неоднократно поднималась в литературе как еврейской так и христианской и отнюдь не всегда такое мученичество объяснялось силу разума очень часто наоборот говорилось о том что разум есть своего рода помеха который останавливает человека который как бы нашептывает ему доводы рассудка из-за которых он должен уклониться от того чтобы как если выражаться языком четвертой макавейской книги быть принесенным в жертву я в этой связи я хотел с этого начать но в результате я с этим кончу я напомню вам пьесу Вертольта Брехта которая называется жизнь Галилея в этой пьесе как бы автор соответственно названию пытается как бы со своей точки зрения изобразить психологию Галилея который отрекся от своих убеждений в центре пьесы как бы отношения между Галилеем и его собственным учеником и в начале когда Галилей отрекается от своих убеждений ученик выкрикивает ему обидные оскорбления и обвинения в продажности Галилей говорит ему ты не понимаешь кому нужна эта моя смерть а если я остался жить я смогу продвинуть дальше науку оказать какое-то влияние на происходящее это первая часть пьесы во второй части пьесы ученик приходит через какое-то количество лет встречает поуслепого дряхлого Галилея который живет на территории монастыря и он занимается какими-то своими исследованиями он ему говорит учитель ты был прав я понял действительно твою правоту а Галилея ему на это отвечает ничего ты не понял на самом-то деле я отрехся только потому что я испугался из-за моего отречения все будут думать что истину можно продать что истина это продажная девка а это чрезвычайно непростое и как бы личное решение потому что никто на самом деле не может судить другого как мы знаем пока он не оказался на его месте но по сути дела говорят люди которые как бы люди авторы те кто делают это говорят о том что есть что-то что выше личных не только интересов но как бы выше личного счастья что-то я не знаю когда человек должен быть готов сделать что-то ради ради идеи ради веры ради общества своего в этой связи мне вспоминается еще роман камень чума где проговариваются подобные же вещи и никто конечно не хочет кто не хочет по крайней мере как правило не хочет добровольно оказываться в этой ситуации но если эта ситуация возникает то есть действительно люди которые которые для которых важнее сохранить чистоту своей души нежели даже свою жизнь и мне кажется конечно ситуация совершенно иная сегодня невозможно сравнивать это буквально но наши солдаты и офицеры которые воюют и принимают героическую смерть зная чем они рискуют и конечно мы желаем и надеемся на то что этих смертей будет как можно меньше но эти люди действительно ставят какую-то высшую планку показывая что есть в человеке нечто большее чем его кленная плод я поставлю точку на этом дальше в следующий раз продолжим может быть даже закончим четвертую маковейскую книгу и подведем некоторые итоги всей этой тематики вот но сейчас если у вас возникли какие-то вопросы замечания вы хотите что-то сказать по поводу этой довольно тягостной и острой проблематики пожалуйста если у кого-то есть вопросы пожалуйста сейчас самое время к заданию кто-нибудь хочет что-то сказать по-видимому народ обдумывает я только закончу тем что скажу опять же хочется надеяться что можно меньше чтобы оказались достойными тех людей которые ради нас рискуют собой и к сожалению порой героически гибнут будем надеяться на лучшее амин амин псорут амин псорут амин спасибо поля колод спасибо спасибо дима огромное не забудь выключить включить технические замечания не забудь пожалуйста выключить запись прежде чем ты закрываешь конференцию хорошо хорошо я уже это делаю